Кто написал сказки Шарля Перо? Не стоит представлять себе Шарля Перо в образе доброго старикашки, который от нечего делать строчит гусиным пером волшебные истории для своих внуков. Жизнь этого человека была связана с серьезными государственными делами. Незадолго до своей смерти блестящий адвокат, академик и политический деятель Перо написал мемуары, где подробно изложил все маломальски важные дела своей жизни. Службу у министра Кольбера, редактирование первого всеобщего словаря французского языка, переводы басин итальянца Фаерно, трехтомник изысканий о сравнении древних авторов с новыми творцами. Но нигде в собственной биографии Перо ни словом не упомянул об авторстве феноменальных сказок, которые считаются шедеврами мировой культуры. А между тем у него были все основания занести эту книжку в Реестр Побед. Книга под названием «Сказки матушки Гусыни» имела просто невиданный успех у парижан. В 1696 году в лавке Клода Барбена продавалось по 30, а иногда по 50 книжек в день. Такое в масштабе одного магазина не снилось сегодня, наверное, даже бестселлеру о Гарри Поттере. В течение года издатель трижды повторял тираж. Это было неслыханно. Сначала Франция, затем вся Европа влюбилась в волшебные истории о Золушке, ее злых сестрах и хрустальной туфельке, перечитывала страшную сказку о рыцаре Синяя Борода, убивавшем своих жен и болела за учтивую красную шапочку, которую проглотил злой волк. Несмотря на то, что волшебными историями тогда увлекались взрослые читатели, сказки матушки Гусыни стали первой в мире книгой, написанной для детей. Так кто же, в конце концов, написал эти знаменитые сказки, если не Шарль Перро? Когда сборник волшебных историй матушки Гусыни впервые вышел в свет, автором книги на обложке был указан некто Пьер Дарманкур. И в предисловии к первому изданию Мсье Дарманкур писал о себе как о ребенке, которому было приятно сочинять сказки. Впрочем, парижане тогда все же узнали правду. Под пышным псевдонимом Дарманкур скрывался никто иной, как младший и любимый сын Шарля Перро, 19-летний Пьер. Долгое время считалось, что на эту уловку писатель-отец пошел лишь для того, чтобы ввести юношу в высший свет, а конкретно в круг молоденькой принцессы Орлеанской, племянницы короля Людовика Солнца. Ведь это именно ей была посвящена книга. Но сегодня большинство биографов Шарля Перро сходятся во мнении, что шедевральные сказки действительно написал Перро-младший. Причем сделал это по совету отца, который правил то, что выходил из-под пера неопытного молодого литератора. И этому есть документальные подтверждения. Ну а судьба самого Пьера сложилась ужасно. После триумфального успеха книг-сказок он разом вошел в близкий круг принцессы Орлеанской, но на беду через полгода в банальной уличной драке заколол шпагой своего сверстника Гиома Колля, сына некой Мари Фурье, вдовы Столяра. Убийство простолюдина дворянской шпагой было по тем временам абсолютно аморальным поступком. Ни о какой близости с королевским двором теперь и речи быть не могло. Пьер оказался в тюрьме, а вдова затеяла против виновника судебный процесс. Однако отец убийцы, любимец двора, президент французской академии Шарль Перро был весьма богат. Призвав на помощь все свои связи и деньги, он вызволил сына из тюрьмы и срочно купил ему чин лейтенанта в королевском полку. Пьер отправился на фронт, на фронт очередной французской баталии, где молниеносно погиб. Смерть сначала сына, а затем и самого Шарля Перро навсегда унесла тайну авторства первой в истории книги для детей в могилу веков. Некоторое время сказки и матушки Гусени по инерции еще выходили под именем Пьера Дарманкура, но в 1724 году, через 10 лет после смерти Перро-старшего, их стали издавать и издают по сей день под именем Шарля Перро. Об этом нам с вами в школе не рассказывали.